Итак, фунт, он просто достиг уровня, который мы определили в прошлый раз, едва коснулись. Итак, 1.31.71. Кто-нибудь сидит там? Рассматриваем цель прибыли. Через секунду мы перейдем на меньший таймфрейм. Теперь рассмотрим меньший таймфрейм. Большинство из вас знают, что доллар подходит к области, и затем у нас есть это. Большинство других валют рядом с предложением, как тут. Я просто отметил, тут внизу область спроса на 1.28.55. Вы получите отскок от него вверх. Там есть пространство. Там есть пространство. Большинство из этих рынков выглядит одинаково. Вообще, у вас есть много форекс-рынков, находящихся рядом с предложением. И затем, конечно, у вас есть доллар. Итак, помните правила с долларом, когда принимаете решение. Таким образом, я всегда возвращаюсь к доллару и убеждаюсь, что вы его рассматриваете. Давайте сориентируемся. Мы рядом с зоной предложения на недельном графике. Почему это важно? Одна из причин, чтобы нам было очень комфортно, и мы были самоуверены при входе в сделку. Кстати, кто-то вошел на этом уровне? Мы определили его вчера, во время последней сессии. Вход просто немного. Если ваше место входа было на нижней линии, то наверняка вас зацепило, потому что цена немного вошла в уровень. Теперь мы снижаемся от уровня. Я помню, уверен, что вы знаете, где находится новый уровень предложений на долларе. Мы рассмотрели его несколько минут назад. Итак, цена снижается, и на самом деле больше нечего добавить. Помните, когда я рассматриваю этот график, вы говорили, где будет спрос. Окей, мы получили некоторый спрос здесь внизу. Таким образом, мы должны поместить цель прибыли здесь внизу на 1.28? Нет. В этом красота анализа нескольких таймфреймов. Никогда не принимайте решения после взгляда только на одну картину. Никогда. Я не должен говорить никогда. Но обычно они смотрят на несколько таймфреймов. И мы должны делать то же самое. Давайте спустимся на часовой график и посмотрим. Это поможет нам определить цель прибыли. О, у нас здесь уже есть уровень, который не виден на 4-часовом графике. Видите, о чем я говорю? Вот мои курсы. Если вы размещаете свою цель прибыли перед противоположной зоной, то вы, вероятно, выберете район 1.29.55. Опять же, цель этой сессии, чтобы оставаться на связи. Я буду помогать столько, сколько смогу. Это не просто место, а определенное согласно конкретным правилам. Так же, как и все эти вещи. Таким образом, мы сохраняем торговлю механической. Итак, посмотрите сюда на 1.29.55. Это потенциальная область с целью прибыли. Продолжение следует...